Глава пятнадцатая Пили до одури, до зелёных чертей, пили, не удивляясь и не думая о том, сколько может выдержать человеческое сердце. В короткие минуты прояснения Егор видел всё ту же жёлтую морду, закревского и чугунную челюсть Васи. — Что делается? — пытался понять он, но потом всё вокруг сворачивалось в свистящий круг, и Егор тоже хотелось кружиться и топтать кого-нибудь ногами. Боль в теле унялась. Во время одного такого просветления Егор увидел на столе голую девку. Рядом стоял закрепский и орал «Танцуй, танцуй, корова!» Он был серый, злой и кричал злой и тонко. Девка прикрывала руками стыд и плакала в голос. На неё со всех сторон напряжённые, бессмысленно смотрели пьяные глаза. Никто не понимал, почему она здесь оказалась и чего от неё хотят. Один закрепский знал, как всё это должно быть, и его бесило, что девка не танцует до удивления его дружкам. — Танцуй! — визжал закрепский. Девка не танцевала, плакала. Закрепский плюнул и похабно выругался. — Тьфу! Азия! — горько воскликнул он, поряча ногам в карман. — Научишься ты когда-нибудь жить по-человечески! Убрать эту выдру! Вася взял девку в охапку и под шумо хотел отнести в горницу. Этот человек был пьян меньше других, хоть пил, кажется, больше. Но закрепский строго прикрикнул. — Вася! Вася пустил девку, подталкивая в горницу, хлопнул её ниже спины. — Изюм! Изюм! Снова загалдели, заорали, засвистели. Всё опять с горохотом провалилось тартарары. Игнатий вернулся домой рано утром. Перешагнув порог, зажал пальцами нос и отступил назад. Стоял такой густой запах перегорелой водки и блеводины, что у него закружилась голова. На полу, на печке, под столом спали люди. Лежали в самых неповторимых позах, точно груда нарубленных тел. Стены гудели от храпа. Игнатий поискал глазами закрепского, прошёл горницу. Закрепский спал на голом полу. Белая рубашка задралась к шее. Видна была узкая спина с крупными маслами хребта. Кондрат с трудом приподнял голову с подушки. — Приехал? — Узнаёшь дом-то? Игнатий остановился посреди горницы, снял шапку, долго и внимательно смотрел на закрепского. Как на покойника. Непонятно, для чего сказал. — А его отец генералом был. Пьёт он тоже по-генеральски. Наших сосунов втравили паскуды. Игнатий поднял глаза. — Кого? — Макарку с Егором. — Там лежат. Кондрат устал и прикрыл глаза, потрогал ладоню голову. — Что они тут выделывали? Был бы здорово у всех до одного. Подушил бы, как собак бешеных. Вот этого особенно. Он кивнул на закрепского. Игнатий подошёл к генеральскому сыну. Крепко тряхнул за плечо. — Э, — тот поднял голову. Долго ловил мутным взглядом лицо Игнатия. — Ты соображать можешь сейчас? — Поговорить надо. — А что такое? Закрепский хотел скачать, но его бросило в сторону. Он смахнул руками и ударился головой об стенку. — Потирай ушибленное место, — сказал. — Здорово мой, чёрт возьми. У тебя что-нибудь серьёзное? Пошли на улицу. Они вышли и через некоторое время вернулись. Закрепский был без рубахи, мокрый. Вытерся какой-то тряпкой, надел чистую рубаху. Игнатия пошёл будить своих людей. Вид у него был озабоченный. Видно, вести Игнатий привёз нехорошие. Они вместе растаскали спящих, выгнали всех на улицу, чтобы тех хоть немного отошли на вольном воздухе. Готовились уезжать. В горницу вошёл Егор. Присел на кровать к Кондрату. — Дорвались до вольной жести? — сердито спросил Кондрат. — Егор, подперев голову руками, мрачно смотрел в пол. — Что дома-то наделали? С отцом подрались? — Ну и что теперь? — Что? С ними, что ли, поедете? — Зачем? — Я не поеду. Егор похлопал себя по пустому карману. — Курева есть? — Вон, под подушкой. — Надо домой ехать. — Пахать скоро. — Домой я тоже не пойду. — Тихо, но твёрдо сказал Егор, слюнявя губами край газетки. — Куда же ты денешься? — Найду. — Здорово отца-то из-за молотеля. — Не знаю. Егор затянулся самосадом, закрыл глаза. Пошёл Макар. Держал в руках бутылку и два стакана. Подошёл к Егору. Повернулся богом. — Достань, в кармане два огурца. Егор вытащил огурцы. — Похмелимся. У меня во рту как ось, вазь бы свалили. Макар глянул на Кондрата, усмехнулся. — Хм, может, тоже выпьешь? — Вы домой поедете или нет? — строго спросил Кондрат. — Вы что, сдурели, что ли? Надо же на пашню выезжать. Макар выпил и закрутил головой. — Ох, сильна подлюка. Егор тоже выпил и откусил половинку огурца. Кондрат свиреп и глядел на них. — Домой? — переспросил Макар. — Домой я теперь долго не приду. — Тьфу! Кондрат перекатил больную голову по подушке к стене. — Дай бог поправиться, найду вас, обормотов, и буду гнать до самого дома бичом трехкаленым. По три шкуры спущу с каждого. — Бич два конца имеет, без всякой угрозы, сказал Макар. — Увидишь тогда сколько. Да у меня в раз шелком устанешь, погонь ты. Кондрат приподнял голову. Коричневый, зеленоватый пылью глаза его спотрели до жути серьезно и прямо. Даже Макар не выдержал. Небрежно игранул крылатыми бровями и отвернулся. — Вошел Загребский. Он был уже одет. Понимаю, что улыбнулся. — Последние минуты? Пора, братцы. Рога, так сказать, трубят. — Я никуда не поеду, — сказал Егор. Загребский не удивился. — А ты? — повернулся он к Макару. — Еду. — Макар, — снова приподнялся Кондрат. — Последний раз говорю. — А что он такое говорит? — спросил Загребский у Макара. — Ты, гад ползучий, — корректил Кондрат. — Я сейчас соберусь, Иллы, поднимусь и выдерну твои генеральские ноги. У Загребского на скулах затвел румянец. Он вырвал из кармана наган и двинулся к Кондрату. Тонкие губы скривились в решительную смешку. Егор, не поднимаясь, ногой в живот отбросил его от кровати. Макар подхватил падающего головаря и ловко вывернул из-за руки наган. Загребский растерянный нервно провел несколько раз ладони по лицу. — Что вы? — оглянулся. Макар стоял у двери, причурившись. — Дай! — потянул Загребский за наганом. — Черт с вами, сволочи! Дай! — Пойдем, на улицу отдам. — Ты едешь со мной? — Еду. — Сволочи! — еще раз сказал Загребский и вышел, не оглянувшись. Макар нагнул голову и пошел следом. Тоже не оглянулся. Братья долго смотрели на дверь, как будто ждали, что она откроется. Войдет Макар и скажет. Раздумал. Вместо Макара вошел Игнатий. — Макарка поехал с ними, — тихо сказал Кондрат. — Ух, держи, а! — Игнатий макнул рукой. — А пусть сломит где-нибудь голову. Мне об своей подумать некогда. Субтитры делал DimaTorzok